Здравствуйте! В эфире программа «7 минут». Сегодня у нас в гостях начальник Академии ФСИН России Александр Крымов. Здравствуйте! Добрый день! Александр Александрович, скажите, пожалуйста, чем для вашей Академии ознаменовалось с начала этого учебного года и какие задачи были поставлены? Начало нового учебного года в первую очередь ознаменовано вступлением в силу нового закона Российской Федерации об образовании. В соответствии с этим законом должен быть организован учебный процесс. Не останавливаясь подробно на положениях закона, я скажу, что у нас изменился порядок по ряду направлений. Академия была инициатором и разработала проекты нормативных актов в сфере приема на обучение, в сфере перевода с одной формы обучения на другую, нормативные акты ведомства по порядку восстановления, отчисления, нормативные акты, регламентирующие правовой статус курсантов, студентов и слушателей. Мы принимали участие в разработке целого ряда ведомственных нормативных актов. Новый учебный год ознаменован новым порядком зачисления на послевузовское профессиональное образование или, говоря простым языком, в аспирантуру. Новый учебный год ознаменован для нас дальнейшей реализацией концепции развития академии на 2012-2015 годы. И в связи с этим определенным увеличением набора на обучение и открытием новых программ, в частности программы государственного и муниципального управления. Задачи коллективу вуза на новый учебный год были поставлены летом нашим учредителем, руководством Федеральной службы исполнения наказаний. И буквально несколько дней назад состоялось расширенное заседание ученого совета, на котором мы подвели со всем личным составом итоги за прошлый учебный год и определили задачи на текущий уже учебный год. Эти основные задачи это совершенствование подготовки специалистов, дальнейшее расширение научно-исследовательской деятельности, воспитательная работа. Ваши курсанты неоднократно становились победителями или лауреатами в различных соревнованиях. Вот хотелось бы узнать, гордитесь ли вы своими чемпионами и поощряете ли их каким-то образом? Ну конечно. Мне представляется, что любой коллектив имеет право гордиться чемпионами. Тем более, когда эти победы вносят весомый вклад в развитие физкультуры и спорта не только Рязани, Рязанской области, но и всей страны. За прошлый учебный год у нас в коллективе добыто семь спортсменов наших, стали чемпионами мира Европы. Ну известный сегодня не только в Рязани, а и во всем мире самбисту Али Куржев второй раз стал подряд чемпионом мира по самбо и победил в Универсиаде в Казани. По рукопашному универсальному бою мы второй раз подряд выиграли чемпионат мира. Наш пловец в составе эстафетной четверки на Универсиаде тоже стал победителем в Казани. Мы предпринимаем все меры для того, чтобы спорт стал более массовым. Не так давно закончены объемные ремонтные работы в основном спортивном корпусе, увеличено количество спортивных секций, у нас они называются групп спортивного совершенствования. Что же касается победителей, безусловно награды поощрения правами руководства Академии. И мы всех победителей высокого уровня представляем к награждению правами директора Федеральной службы исполнения наказаний. На базе вашей Академии регулярно проводятся брифинги, обсуждения каких-то актуальных вопросов. Что-то планируется реализовать в ближайшее время, либо какое-то подобное мероприятие провести? Действительно, Академия давно является инициатором и проводит массу научно-практических конференций, семинаров. И в текущем году мы попытались в большей степени их систематизировать. На новый учебный год у нас запланировано более 60 научных мероприятий. В соответствии с этим графиком, каждая кафедра учебного заведения проводит свои семинары, конференции, круглые столы. Этот год характеризуется определенными нововведениями. Мы запланировали ряд мероприятий, посвященных не только памяти когда-то работавших известных ученых, но и посвященных юбилеям действующих профессоров, сегодня работающих в учебном заведении. Мы вновь запланировали уже третью неделю творчества курсантов и слушателей вузов в СИН России. В текущем году она стала фактически международной. Мы планируем дальше развивать это мероприятие. Ну и если говорить об основе основ, то именно опыт проведения международных конференций и семинаров в Академии стал основой или даже фундаментом мероприятия, которое мы планируем на 5-6 декабря. Мы вышли с инициативой к руководству Федеральной службы исполнения наказаний о проведении первого российского международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление». Широкий круг участников прошлогодней конференции определил необходимость повышения статуса основного научного мероприятия. Инициатива поддержана руководством в СИН России. Мы планируем создать международную диалоговую площадку по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы с тем, чтобы и в нашей стране, и в СНГ, в Европе, может быть и в мире все знали и стремились в Рязань в конце ноября ежегодно обсуждать свои проблемы, положительный опыт в серии исполнения уголовных наказаний. В рамках форума планируется проведение трех международных конференций, восьми круглых столов, дискуссионного клуба по имиджу уголовно-исполнительной системы. Руководителями конференций круглых столов будут являться руководители профильных управлений Федеральной службы исполнения наказаний. На сегодняшний день приглашения директорам Федеральной службы подписаны в 24 страны, руководству Государственной думы, Совета Федерации, Общественной палаты Российской Федерации, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, других ведомств. С целью повышения статуса мероприятия, цель действительно создать дискуссионную площадку и достигнуть положительных результатов в этом направлении. Интересным вопросом, по мнению политологов, является тема высшего образования для заключенных в местах лишения свободы. Вот ваше мнение хочется узнать, насколько это полезно, важно, и каким же образом реализуется процесс обучения? Ну, на самом деле, эта идея не новая, и буквально на коллегии по итогам работы за прошлый год она обсуждалась, и я выступал в том числе с отчетом и по этому направлению. Да, сегодня осужденные в ряде исправительных учреждений, это абсолютно в различных регионах, от Калининграда до Владивостока, и в средней полосе, они имеют возможность получить высшее образование, но в основном это образование им предлагают получить негосударственные вузы. А какие специальности предпочтительны? В основном это юриспруденция и экономика. То есть у нас заключенные выходят юристами. Нет, юриспруденция, экономика и то, и другое направление примерно поровну, но других предложений от вузов сегодня нет, поскольку если брать любую техническую специальность, вы представляете, какая должна быть база для обучения, лаборатории, площадки, практика, производственная и все другие, это достаточно проблемные вопросы. Ну в конце концов, давайте с вами вернемся к жизни Академии. Ребята же не только гранит науки грызут, они же чем-то занимаются, помимо учебы, какие-то развлечения. Когда мы в прошлом году возобновляли деятельность творческих формирований Академии, ну это масса абсолютно различных кружков и студий, театрально, вокально, оркестр, взвод барабанщиц, рота почетного караула, танцевальный и ряд других, мы начинали эту работу с определенной осторожностью, ну если говорить прямо, думали о том, что курсанты не сразу откликнутся. Но, наверное, к обоюдной радости получилось так, что они, ну не в очередь выстроились, но стали выступать самостоятельно и сами с инициативой проведения тех или иных мероприятий. Курсанты востребованы в различных сферах жизни города, и мы стараемся работать так, чтобы была польза и городу. Ну вот в качестве примера можно привести, к нам обратилась Рязанская епархия с просьбой об оказании помощи. Курсанты не то, что их пришлось уговаривать, они в определенной степени в очередь выстраивались для проведения этих работ, помогали в восстановлении храма, храма после пожара, помогают в восстановлении храма в селе Казарь. Спасибо вам большое, Александр Александрович, что пришли к нам в гости. Было очень приятно с вами пообщаться. В гостях у нас был Александр Крымов, начальник Академии ФСИН России. Еще раз спасибо. Это была программа «Семь минут». Скоро с вами увидимся. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»